Первое послание Петра, 4 глава, 4 стих. Говорит ли кто? Говорит как слова Божие. Служит ли кто, и вы послали, какую дает Бог? Да бы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. И далее продолжается послание. Необычное самого послание о том, что слово Аминь повторяет несколько раз. Пишет неграмотный рыбак. Где он это узнал? Меня послание Петра больше всего интересует. Именно по глубине мысли, нехвойственной для рыбака. Говорит ли кто? Говорит как слова Божие. А что он сам знал из слова Божия? Книги были не распространенные. Хорошо он посещал храм или плохо? Слышал он или не слышал? Что означает богослужение? Израиль знал. Три раза в год обязаны явиться перед Лесом Божиим. Страна пустела, все приходили. Знали, приходить нужно, не спустили руками. Приносили. Но глубины знания вообще не было. Христос пришел с Своей, мы Своей не приняли. Весь смысл богослужения был в ожидании мести и агнца. А когда пришел, его убили. Они не знали таинственный смысл, как вот у нас в литургии. Я их вижу и просто поражаюсь. Я прошу убрать комейки из храма. Уже убирали, опять затащили. Тринадцать и четырнадцатилетние девочки без стыжа сидят в литургический канун. Их скрючило, они сидят. Одна, вторая, третья, четвертая. Рядом шестидесятилетние почти стоят. Священник возглашает возгласы о приложении даров. И вы рядом стоите, ничего не видите. Это старый иудейский дух пришел сюда. В этом храме конкретно. Ничего не чувствуете? Это дело, конечно, пасторы. Не мне убирать комейки. Позаботьтесь об этом, смотрите. Они не нужны. Старые не садятся. Молодые падают. Говорит как слова Божии. Какое слово Божие? Литургия по слову Божию. Господь совершил эту вещь. Без литургии здесь не будет присуществления даров. Они этого не знают, они не понимают. Когда просто идут священники, а люди сидели. Мирские люди. Арсений Юрий говорит, станьте почти сослужителей Божьих вставания. Ангелы трепещут в литургии. А вы сидите. Это не нагло. Супер-кренагло. И это значит и первый день это делается здесь в храме. Детям плохо делается. Служба начинает с собой распадать. Ваши компьютерные игры. Мультики. Вылазки здесь. И нет ничего тайного, что они провозаслились без крыши. Я вам по слову Божию говорю. Разбейте телевизоры. Вы ничего не потеряете. Совершенно разбейте. Вы сломаете антенны. Вы будете плакать. И уже плачете. Говори как слова Божие. Человек это говорящее создание. Не молчащее. Слово говорить в Библии встречается 3599 раз. Нам это мало? А что говорить? Слова Божие. Что можно сказать, если ты не знаешь? Если ты приедешь по дороге, исполняйте правила дорожного движения. А можно по-другому? Можно, только недалеко уедешь. Или опрокинешься, или остановят. Так если путь в небо держит, ну, наверное, эти правила-то нисколько не меньше нужно любить, уважать и соблюдать. И каждый день их повторять. В первой книге Маковейской, 7 глава, 18 стих считаем. И напал страх и ужас на весь народ. И говорили, нет в них истины и правды. Ибо они нарушили постановление и клятву. Мы в хрещении. А вы на литургическом каноне здесь, значит, крещеные, не оглашенные. Оглашение, полхрама вышло сегодня. Значит, вы знаете, как вести себя на богослужение. Поревнуйте сегодня. Вам эти скамейки большим препятствием являются. Этот барьер вам не перескочит. А страхи для двух человек, которые, все равно, их уже не разбудить, а мир плюс 0, 5, 50 лет. Салмопелец говорит 14, 2. На горе Божьей, в Царстве Небесном, будет пребывать тот, кто говорит истину сердца. Он еще не произнес, а он смотрит по правде. Я могу эти слова вам не говорить. Но Бог спросит. Почему ты это не сказал? Стою в правой стороны, такого же возраста мальчики, но я рядом, ни один не садится. С той стороны за взрослыми скрылись. Тут показываться нечего. Совершенно больные старые стоят люди. Вы сегодня дома разбор полный, делайте это, но ставьте еще без еды. Поставьте нас до часа дома, чтобы стояли они, отработали пред Господом. Сегодня ломать не бойтесь, завтра они вас будут ломать. Перед Богом. Да ты больной будь ногой не пошевели. Чего взрослыми ногами перебираете, как написано в житии одном цветом? Один был ярван. Колдун приходил и распускал на людей. Они как кони ногами, говорит, собтались. Пока цветой не накинул на него в опор, не вывел, да не сжег его. И ты не случайно указывали, говорит, и не переминались ноги на ногу, как журав не поднимали ноги. Держали ноги вместе, не облокачивались. То есть это пустое, зачем указано все? А согласно Слово Божие, один слом. Страх Божий имеет, благоговение. Великий Создатель, Владыка, Владык присутствует здесь. Он всюду присутствует, но особенно там, где совершается Божественная Литургия. Дайте летам страх. В следующий раз не заводите их, пускай они за пределами притвора там стоят, если стоять не могут. Просто вздрозните, вспомните, перед кем мы стоим. Притча Соломона 12.22. Уста, говорящую истину, благоугодны ему. Если говоришь, говори как слова Божии. Я не знаю, как часто вы дома ходите с детьми, читать слово Божие, как молитесь. Но вот оно как в крыше провозглашенное. Я не верю в длительные молитвы дома, о том, что речь идет о благодовении перед храмом, приготовь сердца, слышание слов Господних. Это все вложить надо дома. Здесь они принесли готово, они сомятся, им не нужно. Им бы только вырваться отсюда, вы их потеряли уже. Они не будут искать храм Божий. Они не в котелку пойдут искать. Исайя 33.15. И кто может жить при огне пожирающем? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Огнем пожирающим называется возмездие, которое Господа Бога. Говорят, давно войны не было. Да, действительно, такой, как отечественное, давно не было. Это означает, тем сильнее будет удар. Без войны не обойтись. Вороны, локальные, идут во всем мире. Вспыхивает и вспыхивает. Здесь загорится война, всем воинам будет война. Говорят, ты мертвым подавидуешь человек. Это вложитель детей сегодня. Любите храм, любите Слово Божие. Из деревенских ко мне еще ни один не подошел, ни одного вопроса не задал за 16 лет. Из приезжающих в лагерь задают вопросы, притом божественные вопросы. Есть на чем подумать. Захария 8.16. Говорите истину друг другу. Поставьте на учет говорение язык. Дети все берут от родителей. Они другому не научаются. Выносили бы челму, дети с челмой пришли бы. Где они обманывают? Только истину. Ничего кроме истины. Чтобы ребенок болел от сказанной лжи. И тут же бежал и сразу сознавался. Я нечаянно сказал. Не знал правду где-то и сказал. Дети лгут. Обманывают. Я неоднократно сталкивался. Проверяю. Солдал. Страха нет. Он должен на другом уровне это ощущать. Ты теряешь Бога. С Богом ты не будешь. Учится в житок в озере обнимом. Пресеките это. Бог дал великую власть родителям. По слову Божию ты должен наказывать. По вашему, по вашей любви вы должны гладить. А по Библии, по слову Божию. Слову Божию ты как Библию называешь. Ты не одна книга в мире. Не жалей родник. Учи дитя. Наглая дочь позорит отца. Она тебя позорит, что сидит во время литургического канона. Значит, ты ею не занимался. Вот как надо понимать. 8.19. Любите истину и мир. Там, где истина, там присутствует Господь. Евангелист Иоанн пишет 8.45. Почему люди все-таки так себя ведут? Причина-то какая-то есть. Если говорите, кто говорит, говори как истину. Как я могу поверить, что старообрядцы, новообрядцы говорят поистине? Они не знают совершенно. Не считают Слово Божие это. Ну и единицы какие-то считают. Слово Божие не является основой основ. И поэтому он будет бить за что-то, но не за то, что Слово Божие искажено. Сегодня много говорят сочувственных слов в защиту расплова. Вот что, а вакуум посадал, то другое. Нигде не пишут о том, что бились-то за обрядами. Два сверста или три. Перед Богом-то это не имеет никакого значения. Потому что и два естества, и троица, то и другое объяснимо. Католик молится пятью пальцами, пятью ран христовых, и это объяснимо. Самое-то главное, если бы пришел абакуум и сказал Никон, народ-то слепой, не знает ничего, как же ты ответишь перед Богом? Никон, ты сам говоришь, что ты о Коростове, потому что не учил народ. Коростов и Никон, учи остальных. Ведь Морозова подняла два пальца, это символ был. Почему она не крикнула с этой повозки, когда везли люди? Россия гибнет, что нет Евангелия. Берите кору с деревьев, пишите на коре слова Христова, запоминайте наизусть. Ищите Слово Божие, смиряйтесь перед Богом. Какие беды нас ждут. Поэтому ни конца, ни края нет. 8.11. 8.45. А как я говорю истину, то вы не верите мне. 6.13. Когда же придет Дух, утешитель, Он будет говорить то, что услышит. А Духа Божия то, что по Библии. А каноны? Что-то по Библии, а что-то и нет. По местным требованиям. А святые отцы? Это отдельно называется. Труды святых отцов. Что-то по Библии, а что-то и нет. А ты говоришь, что по Библии, а что-то по конкретным условиям. Словом Божиим святые отцы назвали. Каноном повелели называть только Библию. Начинается первое Бухове и кончается мягким знаком. Все. Не добавить, не убавить. А каноны? Новый собор проходит, опять добавляют. Святые отцы все время добавляются. Серафим ушел, Кронштадтский появился. Кронштадтский ушел, снова появляется новое. И пишут. То есть расширяется и расширяется. Слово Божие неизменное и твердое, и по нему Бог будет судить. Говоришь, говорит как Слово Божие. Иоанн 19, 35. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Поверили Богу. Поверили по Слову Божию. Может вам молодым придется в Чечне быть. Придется в других странах быть. Они сразу же в первый день заставляют принять ислам. Вот считай, у нас в 18-м томе, я делаю полный разбор Корану. Там боялись, звонили, не выставляйте никуда книгу, они убьют. Никто не убил, хожу. Мало того, стараюсь дому довезти через интернет. Потому что все это выдумка. Святые отцы Магомета называют антихристом. Игнатий Причининов. Другие святые отцы. Почему? Все искажено. Он не верил, что Христос умер за грехи людей. Как Христос относится хорошо в Магомет, что он вознесся на небо. Но это ложь. Если Христос не умер, то ему еще во грехах, Павел говорит. По видам Дангоброва самое злое учение всевается. Римлянам 9.1. Истину говорю во Христе, а не лду. Кто может сегодня это сказать? Любого сектанта возьми, у него понятия о церкви никакого. Он говорит, церковь, церковь, а он в церкви ни одного дня не был. Если говоришь, говори как по слову Божию. Христос говорит, создам церковь, а она не одолеет ее. Спроси любого сектанта, когда Бог допустил, что врата ада одолели церковь. А они не знают, что такое врата ада. Они являются вратами ада, еретики, гонители. И врата ада не одолеют. Они говорят, одолеем, теперь мы заново основываем новую церковь. Вот почему для нас так важно сохранить епископа. Усильте молитву. Наши бумаги где-то застряли, или о них думают, или молятся. Но нам четко Господь сказал, простите и получите. Я в это верю. Мы поминаем и епископа. И молимся до лавра. Но наше состояние не совсем еще определено. 2 Коринфянам 7.14. Апостол Павел говорит о том, чтобы все говорили истину. Галатам 4.16. Неужели я сделался в разом вашем, говоря вам истину? Так хочется быть хорошим для всех. А Господь говорит, горе вам, если все вас будут говорить хорошо. Говори, говори как Слово Божие. Проверь, по Слову Божию ты сейчас сказал или нет. И Петяам 4.25. Отвергнут ложь, говорите истину. Каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг друга. Члены. Ну камеры, разрешите. Члены мы или нет? А если члены, значит один другого должен. Как, гладить только? Или исцелять? Мы православные. Тем более старобрядцы, бреют города. На каком основании? По какому слову? По Слову Божию Давид даже не запустил гриты. По бородым отрезам не запустил. Они были очень обесчищены. То есть больше, чем изнасилованы. Ты много раз это слышал. Берешь в руки бритвы, ножницы. Подумай, как дальше это будет выглядеть. Я тебе говорю по Слову Божию. Ты ворота поверишь не по Слову Божию. Однозначно. Где-то ты можешь быть не соглашенными больше. Это еще хуже поражение. У нас соглашенными выходи. Потому что храм это место, где должны пребывать святые. Святыми называются все, которые стремятся жить по заповедям Божьим. 1 Тимофея 2.7. Для того я поставлен проповедником, Павел говорит, и апостолом, и доязычником. И истину говорил о Христе не лгут. И постоянно подчеркивал. Доказательств у Павла не было. А как тебе Бог избрал? Ну, свет осеял. Но ты же никого не видел. Ну, голос-то говорил. Но другие-то не слышали его. У Павла доказательств по-тишски никаких не было. И поэтому он, будучи уже скелленским признанным апостолом, которого признали апостолы, со Христом ходили. И он говорит, я во Христе говорю истину. Ему многие не верили. Я разговаривал с фектантами, приводил мне статистан. Они говорят, вот это все Павел он отворил. Иудеи его люто ненавидят. Мусульмане его терпеть не могут, Павла. Потому что послание к риме, оно опровергает все мусульманское учение. Самый ненавистный сегодня после Христа человек на земле ни Гитлер, ни Ленин, а апостол Павел. Если вы не знаете. Миллиард мусульман ненавидит его. Все до одного иудея имя Павла терпеть не могут. А для нас он любезный Павел. И будем отмечать в честь память святых апостолов. Что они зашли на небо. Будем молить его, чтобы... Дай нам, Петр, говорить Слово Божие, как ты по духу, по отправению Божию говорил. Говорите от обмечателя, пишите письма, говорите по телефону. С кем работаете? Найди место, где сказать Слово Божие. Ты увидишь, какой будет результат. Один стих в Писании будет стоить дороже, чем ты целый день будешь отговаривать, не приводя его. Гаватам 1.8.9. Страшное место. И Павел говорит, что если кто будет говорить не то, что мы говорили, апостолы, анафема, проклятие ему. Да если ангел придет, проклятие ему. Да как, а сказали, написали против, даже ангелы с неба придут, и тогда не верьте им, анафема. Да как он может так, Павел, говорить? Значит, Слово Божие поставлено выше небесных сил, выше всех апостолов, если они будут говорить вопреки Писанию. У нас есть этот авторитет. Если говоришь, говори по Слову Божию. По Слову Божию надо внимать. Третья книга, Старш 9.8. Люди всегда надеются на храм, где бы он ни был. И о храме тем, высоком. Всякий, кто увидит, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так всем храмом, что камни на камне нет, все сжег. Но храм Иерусалимский, это было чудо тысячелетий. Господь отвечает за то, что они отступили от Господа Божия и не слушали Его. Там, где нет авторитета Священного Писания, никакие храмы не устоят. В Армол привезли мощи Святого Луки. И вот мне звонят только из Алтайской Правды, из редакции два раза позвонили. А как относиться? Что? Я говорю, обман. В первую очередь, никакого доказательства нет, что мощик. А он говорит, чистый языческий подход. А говорят, там сила исходит, энергетика там большая, исцеляются люди. Все может быть. Я этого не отрицаю. Но Господь нигде не повелел делать то, что делается. Сказал, прав ты из праха, ты идешь. Все на этом. Не было этого. А сейчас приезжает, я говорю, сколько паломников было? Десять тысяч. Специально сделаю, что каждому паломнику сувенир сделать частицу мощей. А то надо же так фаршировать человеческое тело. Кто повелел? Да по слову Божия однозначно сказано. Во мне сила. Ко мне прибегайте. Не от Божьей Матери никто ни волосинки нельзя. Не от Христа умершего. Не от апостолов. Нигде ничего нет. Мощи, значит, они лежат. Лежат, говорится, под пудом или неизвестные где. Третья книга. Царь 9.9. За то, что они оставили Господа, постигла их эта беда. Вот этот день и ночь перед нами даже, Господи, а угодно ли тебе? А я сейчас разговаривал, а согласны ли Слово Божие? Всякий гонор. Гонор переводится в честь. Это ложное понимание. Отсказ. Ты смиряйся. Ищущий больше теряет то, что он имеет. Третья царь. 22.14. И сказал мне, я и жив, Господь. Я и греку то, что скажет мне Господь. Я буду разговаривать и буду говорить по Слову Божию. И знаю, что многим буду неугоден. Но на завтра уже положение будет совершенно другое. Вы Слово Божие говорите. Вот я сейчас читаю, сегодня я газету смотрю, известного артиста. Сын наложил на себя руки в 27 лет. Известный актер. Неоднократно уже попытка была, называется, суицида. Все. Он говорит, спасли, следующий раз не спасете. Добьется у патриарха разрешение похоронить по православному обучению. Раба Божия. Комсомольская правда пишет. По правде ли это Божий, по слову ли Божий? Этот артист ко мне заезжал. Я ему говорил. Он пол храма построил в быстром истоке. Я говорю, храмы вам не помогут, если вы блудно живете. Вы для Бога отдайте сердце. Он сразу другими глазами посмотрел. Он привык, что его освещаются искусством. А для меня ты кремляха, ты никто. Самый пустяший человек. Ты ни один утюг не можешь отремонтировать. Ни холодильник на ноги поставить. Ни детям доброе слово сказать. А ребенок этот от первого брака, от второго, от третьего. Вот в чем дело. Написано, блудные дети не укореняются. Бог обрубит эти ветви. Я опять нашел по слову Божьему. Я сочувствую. Я знаю, он хорошо относится. Хотел приехать. Но в нем уже семя, которое положил. А отпевает сын от второй жены. Стоит с кодилом рядом. Он знает слово Божье. Скупил мои книги, насчитал ли он их. А по слову Божьему, он должен сейчас трубить перед всем миром и говорить. Вот плоды моего греховного бытия. К чему я пришел. Никто не идите. Ни одного слова покаяния нигде нет. По слову Божьему, никто не говорит. А это могли сказать священники, епископы, патриархи ему. Оставь свое злое ремесло. Не смеши людей. Пади на колени и молись. Никто никому не говорит слово Божье. Четвертый этап 1.3. Тогда ангел Господин сказал пророку Ильи. Скажи, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать, где из-за улов божество Харонское? Разве нет Бога и Его, а вы идете людей спрашивать, что вам скажут? Они вопреки Писании все говорят. Хвалятся крестными ходами, куда ходили. Как много людей ходили. Я спрашиваю, зачем ходили. Но я исцелиться хотел. Истрелилась. Да нет, не исцелилась. Следующий год опять пойдут. Да ты бы в это время это слово Божие посчитал, человек. Да я с сыном ходил, а сын сейчас наркоманец. Чего тебе икона не помогла? Я ходил икону Божьей Матери встречать. Ее не надо встречать, она на месте стоит. Нам дали икону православную, пусть она висит на месте. Ни один святой апостол не говорил, возьмите икону и бродите по миру, как сонные. А сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Вот это по слову. Ради архиереи не знают, а архиерея, говорит, первый это сделал, благословил на ход. Значит, верить мы, опять же, должны только Слову Божию. Евангелист Лука 13.35. Христос сказал таким людям, все, оставляется дом ваш пуст. Допустим, 18 тысяч храмов. Можно пройти и все сказать, про этот храм было, сказано, что храм этот пустой. Да ты что? На меня большие упреки за то, что в 15-м томе, под фотографией местного епископа, я сделал надпись, епископ какой-то, верующий ли, я ничего не сказал. Другие епископы прочитают, закрывают, говорят, тут считать нечего, тут все против. А на иконах рисуют, что дьявол тащит вас, первые идут епископы. То есть они все твердо уверены, что епископ это все, ему мандат да на руке, ему гарантия дана, что он будет в раю. А святые говорят не так. Больше сейчас священство погибает. Мы священникам, где не дождь, должны молиться. А за что погибают? За то, что не учили, самое главное. Мы на суде Божьем будем стоять. Жаловаться или славить Бога? 1 Коринфянам 14.16 Если мы будем молчать о истине, о слове Божьем, то войдет к нам просто людин, человек, который никогда не ходил в Карам. Как он скажет аминь, если не будет понимать? У нас многое можно понимать, по великой милости Господней. Мы читаем столмы на русском языке, это главное. А во многих трехрамах считается. Повторяю, и это благодаря тому, что Бог услышал молитву нашу, и благодаря епископу нашему еписи, иначе бы этого ничего не было. Поэтому за него всегда молиться. Потому что Слово Божие у нас лежит на аналоге. Не знаю, кому как дорого, что Слово Божие у нас и на стенах любой может прочитать. Для меня выше этого, кажется, ничего и нет. Итак, если ты говоришь, говори как Слово Божие, если сложишь, служи по силе, какой Бог дал, чтобы Бог прославился. И он мгновенно заканчивает словом аминь, а это не конец главы. И дальше снова говорит. Это означает, что Петр в своих переживаниях, говоря о говорении по Слову Божию, он дошел до высшего накала и этим закончил. А потом подумал, нет, я еще не договорил. Итак, в разговоре друг с другом постоянно проверяйте свой разговор. О чем говорите? Или просто судите, собрали друг друга посудить. Или прославить Бога. Аминь. Аминь. Аминь.